Субтитры создавал DimaTorzok И за Украину Полову поклал Как тебе имя? Что ты сказал? Женя Женя, я дома говорю Иди в Ему Ты живу тут, нормально? Мясо не нормально, а сейчас Тут так было Тут так было Тут так было, когда была оккупация? Да И как было? Ую Ую Ую, да Там было забирение Это для себя или куда-то? Что? Для себя, потому что Для себя, да Для себя, да Пришел сам с Евгением И мало было чудно Показало мне слики своей мертвой мать Жена умрла После ракетирования Но не от ракета Но от сердца И от страха 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 война подтянулись военные сюда на гору и начали с вами воевать да и завтра все покажу вот и ситуация такая что один предатель наш житель изюма вот он поехал к ним и показал им дорогу через лес а а локални човек да вот показал дорогу вот чудом остался жил да льуди давали координате чак то же за гранатиране но грязь оби тралу бит деминировано барем тако воиска тврди па онда можем овел да ходат и ако никад не заш одруно кише и све што падало могуче да е вода доняла и наняла mine опет так да треба бит фулопрезан и гледам цело время испод ногу где ходам и на шта стаем тут е понтонский мост дако е локалат из изюма русский русский маршал это автоматический гранатомет а это магазин за гранаты тут гранаты и он стреляет этот него магазин ну да вижу вижу украинской войска тут очистила тут были автоматы оружие было они когда уходили не бросили все они проехали через лес и выехали вот район вот если мы видим там лес на видишь дым на этот район называется гончаровка вот они заехали через лес и заняли гончаровка это было первое это первое первое было как бы день и оккупирован они зашли с той стороны зашли с этой но не могли перейти через через реку наша организация эвакуировала людей пока здесь заимали время за мы вывозили людей как могли под обстрелами тут мины летали все было вот и потом один прекрасный момент мы выехали вернуться уже не смогли потому что второй предатель с утра второй такой же житель изюма пошел к ним и показала поезд опять заехать на эту сторону другой второй где-то так человек в россии прячется на на падла редко на вот и он и мы не смогли вернуться нас был путь по над речкой там с той стороны мы там ездили ну как бы была пробитая дорога и мы не смогли уже вернуться потому что здесь уже было копировано и все и мы остались на той стороне а тут бункер был это было вырвано это уже отремонтировали вот попал град и здесь вырвало все двери все по велитала значит это авто в коем я твой путь эвакуировал люди и он да и почео падать град относно ракеты град и разрушили су добрый дил сграда и уничтил авто а с отбраном да я вам био тая кои пружа отпор русима да су го ловили не би га више било по хитном поступку добио кльючево от авто от соседа и могло евакуировать и побить отдать и остаться жив а все были здесь и после взрыва много было контуженных ага да значит то есть бог тих ракета сви люди что свелиту у бункеру то прилетела ракета на рада что собили у бункеру составе у шелл шоку комплектном и углавном префарбали на краю авто у златного и это что спасио много живота и наша организация ездила здесь были организованы такие люди наши люди проверены они собирали женщин и детей переводили через лес в одну из сел там это село было еще под оккупацией там была река тоже взорванный мост и мы на речке по речке переправляли одному по два ночью и приезжали приезжали с той стороны забирали эвакуировали и возили в днепетровске ну а овоя автобус са коим са и домом са у ага удара гранато и далеко бежали пешками там а добавив знаешь сколько сгинуло сгинуло официально где-то чуть больше полторы тысячи три тысячи сирена нормально не пугайся где-то полторы тысячи сгинуло это те которые официально есть много без вести пропавших которых не задокументировали смерть но мы не знаем живы они тогда можно быть и большие некоторые тысяч но я думаю что больше дома вот очень много детей позабирали повозили очень много ну всякого очень много но но раздавал но знакомых девочек которых что девочки девочки девочка жалов которых насильно на уместно дошли за что это было под рекламу окупациям руси и овощи бил нихов друщтвани дом у коем се села укуплило па суга руси узели као базу и овође се доносе ствари ко не треба нешто заносить нетко други може узет ако му је потребно и овође имамо кино клинци који долазе овође се дрожит мало мало је киша па их је данас дошло досто манје а кажу ме да их иначе знают по двадесет тридесет који дођу овође ту пара практично на психотерапию да дихор goр смешно да нису ни светни јао Я хочу, чтобы закончилась война, чтобы наша здорова и хай будет мир. Я хочу, чтобы наше войско не погибло, чтобы Украина перемогла. Вера пять роков. Смотрите, вот это наша медицинская аптечка. Это все, что нужно воину или волонтеру, которые присутствуют на линии фронта. Это наша шина. Шина на руку. А, окей, понял. Шина на ногу. Она раскрывается. Она большая. А здесь были россияне. Это медицинская российская шина. Вот шина и вот шина. Это шина на ногу. За ногу. За ногу и этот турникет у них. 1887 года. Ну, сейчас там саи. Ну да. Старая армия мира. Артефакт хочешь? Потом он победит. Ну да. 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 Ну да. И нам одну лошу вещь. Зеза, тогда я взял мотор и сам сам забил по граду, потому что мне показалось, где мне нужно идти, и брать мой имел 40 лет, сколько им и я, и добил я срчан удар. Вот бункер, как он живет. Из-под дома, время окопации. Люди были тут, в подруге. И тут они спали, и тут они живут. А с другой стороны, с горней стороны, из-над бункера, они живут. Эта квартира была скромно повреждена и разрушена. А вот это дальше мемориал, и там внизу танки стоят. Это танки Второй мировой. Это русский? А не, не, советский. Советский, да. Это мемориал, память. Да, да, понял. И у меня мой агент сидит в танке там, залазит в танк, сидит в танке и мне передаёт. Там был интернет, ловил танк, как антенна работает. Да, да, да. Ловил интернет и мне передавал координаты в танке. А почему в танке? Потому что кассеты стреляют, а танк бронированный. Да, да, да. И он там тихонько сидел и мне координаты передавал. А вот люди сегодня наверху брда ишли в монумент. Они взяли и сняли с него мотор, сняли с него привод. Да, да, да. И поставили на хорошие танки. Да, да. Опа, вот купола. А какой то модель был? Т-74. Мы сейчас ходим до авиона. Здесь мы должны понимать, где ходим. Потому что... Было много кассетных бомб и здесь. Здесь... Важно МИГ или не знаю, что мы срушили. Главное, он был русский танк, а здесь украинский авион. Что сказал? Это был МИГ-21? Да. Это... Главный. 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 Су-24. Да. Су-24. Вот. Здесь было два пилота. Один остался живым, один с другой. Главный. Вот здесь есть знак. Не желаю ни знать, что есть тут. Не будем проверять. Главный. 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 Вот еще одна знака. Тут ходим. А тут есть что-то. Это скроз уничтожено. Все до темы. Не знаю, сколько будет видеть на камере, но... Как сказал им им села? Камена. Камена. Да. БМП. Посмотри. Видишь? Большие гильзы. Это автоматическая пушка у него стоит. Он такими стреляет. Да, понял, понял. Вон патроны гильзы лежат, видишь? Да, да, вижу, вижу. Много них. Да. Он стоял так, боком. Что ты сказал? БМП-21. БМП. Нет, это БМП-2. 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 Сейчас я тебе расскажу историю. Можно ее на видео снимать. Мужчина хотел выехать из села. А орки его не пускали. Русские или? Русские не пускали. И он все таки начал ехать и они его танком. Ага. Живого человека. Живого человека. Здесь был живого человека. И они его танком закатали. Просто как в тюгом. Да, да, да. Просто ездили. Здравствуйте. Здравствуйте. Узнаете меня, нет? Можем показать? Можем. Мы видим краву. Как их они уже называют. Сапиор. Видите, как животные, которые деминируют терен на жалости. И эта кравица изгубила свою ногицу. Это живая ракета? Это ракета целая. Целая? Да. Не эксплодирована? Нет. Нет, она уже не целая. Выкрутили, да? Нет. Ну так... Вот эта часть. Тут вставлена такая решетка алюминиевая. Нет. Нет, нет. Знаешь, то есть кучище от касетной бомбы. Вероятно, има еще... По-нечто внутрь с обрином, да се ни раздвоила как страла раздвоит. Али... Да, это ракета човеку у дворище тут улетела. Вероятно, има и хрпа таких ракетов. Не эксплодированы, кое-каких посуда. По поляма и по шовам. Не знаю, что идем сад глядат. Вероятно, некие мин. Вот еще одна ракета, которая слетела. Это то нет касетная бомба. Это не касетная, это самолет, авиационный. А, самолет? Да. Какие надо разминировать? Нет. Ниже разминирована? Война просто выграя. Ага. Она отбила и боевую головку какас. А головка где? Тоже тут выграя. А, боевна глава е отшла негде таму. Овоје само кучище. Али војска ние покупала боевну главу и немај појма где је. Ту у овој кучи што је срушено преко пута. Человек погину од мине. Лјуди су били овде за време окупације. Све ово што је разрушено. И каже ту су била оклупна возила. Ево, доста моја. Овде ту ге је све зарасло, ге се не иде јер је Веројотно мало минирана. А они су били овој ту кући. А, јас. О, да. У нас сто говори только бильгам. Управо сам ставил бомбу. Ебем ли ти да ти ебем све. Ето, то по-хорватски. Я понял. Живот люди. И так писали для того, чтобы орки не вселялись в дома. А если бил пустой дом, то они обязательно туда вселялись и оттуда все вывозили. И там творили, ну шо хотели. Не помогло. Не помогло, а? Живот тут, да? И в окупације бил? Бил. Бил? Понял. Да, човек. Изгледа досто под 5.5. Ни баш бил расположен за некий разговар. Мало нервоза. Али је полностью понимаем. Ма. Од Изюма, који је тамо, према Краматорску, неких 20 до 25 км, е комплетно девастирано све. Сва села села су уничтена, и сва села изгледају попут овој куће. Русский мир. Здесь лежали мертвые люди. Мирные. Мирные. Цивилы. Которые просто хотели перейти на ту сторону к родственни. Вот. Это первый период. Здесь очень сильно стреляли. Вот туда прилетела авиабомба. И там погибло 56 человек. Это 6 людей. 56 людей были в подвале. А, бутвелки. Да. И их засыпал. И они еще месяц кричали там. А российские военные не позволяли их доставать. Еще люди слышали там, ну не месяц, и россияне не позволяли. Не дали спасибо. Не дали спасибо. Колледжа. Хостел колледжа. Понимаешь, да? Это у них тут было... Они тут прятались. Обвал у них был тут. Блокпост закрытый. Они тут тусили уродов. Уроды. Значит, тут были в подвале. Но нечем можно туда. Я не знаю, что има. Все доминировано уже всегда. Добрым делом. Это был штаб у них, да? Да. И вот обратите внимание. Это бутылки. Это все, это от них. Бира. Это все, что от них осталось. У меня у друга была хура полная машина пива. Я его привезу перед войной. Ага, они вкрали машину. Они ее вкрали, да. И тут пили, бухали. Это было для студентов в общежитии. Да. 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 Это было для того, чтобы их не разбомбили. ха-ха-ха. 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 Ну, это то хороший артефакт. Да. Да. Видимо сладочная зона схема. Разные-разные вещи. Все уже рассортировано. Так. Штаны. А, юбки. Ну, тут написано. Все, что один есть. И мы такое развозим. Здесь у нас есть еда какая-то. Свечи. Очень много свечей. Мы в Польше делали такую акцию. И нам собрали вот эта гора, эти свечи. Мы уже раздали. Ее было очень много. Да. Мы раздали. Это когда не было электричества, то свечи. Какой этажак волан. Кам, ега, там. А чимором с воланом окрытот. Это хорор. Это хорор. Это когда ты не умеешь. Это когда ты не умеешь. А когда умеешь, то это выглядит так. Так, а в лучах. Уже 49 штук есть. 49? Ага. Таких уже на фронте. 49? Да, наши. Значит, 49. Объединенный байкерский фронт. 49 команды направили за фронт. Вот это старые. Мы покупаем старые. Реставрируем их. Ремонтуем. Все новое. И комплектуем. 20 еще сейчас готовится. Еще 20? ОК. 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 ОК.